Радио 54 Рассказывали историю Ну как историю Это не нарратив конечно Какого-то сюжета прямого там не было Рассказывали историю Платоновской философии Может быть немножко этого дома Зрители располагались На пятом этаже в галерее Актеры были внизу И мои зрители видели таких Маленьких человечков Которые пытаются как-то к нам приблизиться Взлететь Фотографии видно было действительно из окна Можно было посмотреть на фигуры актеров И даже в подъезде мы видели Музыкантов на фотографиях Это что было? Ну собственно да Мы разделили музыкантов Участников процесса и актеров Музыканты живой звук производили На лестничной клетке Дома с часами Когда конструктивистская архитектура создавалась Наверное никто не думал что она будет настолько функциональной Но вот она оказалась очень функциональной Потому что там отличная акустика Прекрасное место для вообще каких-то музыкальных опытов Мы дальше с Олей стали думать о том Что теперь мы хотим сделать большой музыкальный перформанс С оркестром на лестничной клетке Или в целом подъезде Музыканты кстати это единственные Кого видели зрители в прямую Кого они могли потрогать С кем они могли пообщаться Я думаю трогать музыкантов во время выступления Их охранял дирижер И музыканты были загримированы не так как были загримированы наши перформеры Потому что перформеры были в своей какой-то бытовой одежде Конечно мы подбирали костюмы Но в принципе это была просто такая разноликая цветовая масса Толпа И то что вот вы уже сказали Что они казались очень маленькими сверху А музыканты как раз казались очень значимыми Весомыми И со своим инфернальным гримом На выходе производили огромное впечатление на зрителей Потому что для зрителей это была тоже еще одна точка На пути вот этого маршрута По удому с часами Многие из них там никогда не были И оказавшись в галерее стали изучать стены А потом выяснилось что можно было изучить что-то еще И на выходе это происходило Ну а можно еще для так скажем Сюжета не было я так понимаю Да вот сюжета нет А что есть? Что получает зритель на выходе? С чем он уходит? Ну на самом деле сюжет сквозного есть И для нас, для создателей всегда есть То есть я как куратор связки с художником В данном случае вот на Расточке Работает художник-постановщик Расточка это следующая точка Да, 15 июня в 15 часов Это можно будет увидеть На последней части 19 июня премьера тоже в 15 часов Работает режиссер Режиссер драматического театра И вот в первом случае с хореографом Мы свой сквозь личный сквозной сюжет всегда видим Просто он может быть не всегда зримым И ощутимым для зрителя Хотя мы выдаем карту или инструкцию Или программку И очень коротко накидываем там ключи Вот я так и думала, что да, как в балете нужна какая-то Элибрэта Ну у нас очень смешной элибрэта Это просто инструкция, что мы советуем делать И как мы советуем получить максимум кайфа И максимум удовольствия из того, что люди А например, что могут люди еще делать, кроме того, что смотреть? Ну на расточке они, например, могут ходить Они могут сами формировать маршрут Потому что они получат карту с 15 локациями И не на всех этих локациях есть актеры И у этих локаций нет последовательности То есть зритель существует, как в музее Он знает, что вот есть там такое количество залов Может дойти сюда, может не дойти По какой-то причине неудобно ему Или что-то отвлекло Или выбрать, сконструировать совершенно свой маршрут То есть есть только две точки для зрителя Это место сбора гостей Это будет ДК Ефремова в 15.00 И место повторного сбора гостей Начало финала на самом деле Это 15.55 у фонтана, который мы называем поющим фонтаном Потому что, наверное, те, кто бывал на расточке Знают, что там во дворах есть два вот таких Замечательных фонтана Они признаны влажными памятниками архитектуры И вот у второго из них мы встретимся для того, чтобы потом попрощаться Все остальное время, все эти 55 минут Зрители могут находиться в одном месте Поэтому можно брать совершенно спокойно с собой собак Маленьких детей, всю семью Можно разделяться с родственниками, друзьями И потом рассказывать друг другу, какие маршруты вы составили Как вы для себя открыли расточку Можно попытаться обойти все 15 локаций И я думаю, что это можно сделать только бегом То есть я уже предполагаю это Но тем не менее, если засечь время или включить шагомер Вот такой как бы спортивный квест будет Можно приехать на велике, можно приехать на самокате Потому что, хотя дороги в Росточке не очень хороши Передвигаться там, ну, с помощью каких-то подручных средств передвижения тоже можно Подручных средств передвижения Хорошо, это такой комплимент дорогам Не очень, но можно Скажите, ну, может быть, все-таки про этот сквозной сюжет Вы немножечко приоткроете дверцу Хотя бы о том, что люди уже видели Давайте не будем спойлерить про Росточку, да Но с чего началась история? Как-то вот более картинками Нет? Ну, все три истории последовательно связаны Чем-чем? Мы начинаем в центре Ну, вот эта логистика, она не случайна Первый показ был, да, в центре В самом центре на Красном проспекте Дальше мы двигаемся в удаленный район Третье событие из этого района уводит нас еще дальше Мы пока не рассказываем, куда Дорога в аэропорт? Нельзя было говорить, да? Ну, уже рассказывали Вы прочитали в интернете Если бы нельзя было говорить, не написали бы, наверное И вот это вот То, что мы, новосибирцы, многие уезжаем из города И в Москву, в Москву, вот это все И как-то, ну, либо тянемся в центр города Все происходит там Вот, куратор Ник Пархамовская придумала Обратную логистику Мы из центра стремимся в периферийный район И еще дальше Мы пока не придумали конкретные следующие места Мы надеемся, что, наверное, будем продолжать этот проект через год Например, следующим летом Или зимой, кстати Что нашу сибирскую идентичность Как-то тоже надо исследовать средствами театра Ну, нам хочется каких-то неочевидных пространств, локаций Чем знаменит Новосибирск? Куда мы, прежде всего, везем своих столичных гостей Или иностранных, там, академгородок Не знаю, пойдем ли мы туда уже, как бы, сделанные на этой почве спектакли Куда еще? Зоопарк? Крематорий? Ну, мы рассуждали про все эти локации Да, когда выбрали театр и балета Конечно И что-то у нас еще звучало в начале нашего выбора Обское море Меня интригует Берск, как город затопленный И, конечно, да, новат у меня звучало именно как пространство, да, не как культурный объект И мне ужасно интересно было бы уйти еще в какие-то отдаленные районы И, если честно, мои местные друзья сейчас, хотя график чудовищный И я не успеваю этого сделать Они мне накидывают все время информацию про разные городки За Тулинка еще прекрасный райончик Богдашка, ну, как бы, все время звучит, да, звучат какие-то названия И мы договорились, что если у меня будет чуть-чуть времени Вот на этой неделе как раз Я по вечерам буду ездить по еще каким-то местам, которых я не знаю Потому что, как вы понимаете, в Росточке я тоже никогда не была До того, как мы стали делать там перформанс Ну, вы знаете, у нас еще область большая, Новосибирская Можно еще поехать, например, в Роскетимский район Кстати, да, мы же смотрели там совершенно роскошные, заброшенные, мраморные карьеры Роскетимские, но туда просто просится опера Это же вот готовый античный театр в живых декорациях Да, мы обсуждали это еще давным-давно Ну, когда только начали все это планировать Это был февраль где-то, да Потому что кажется, что это три перформанса И подготовка к ним занимает четыре дня На самом деле это очень долгая работа И сайт-специфик, он тем и отличается Что он скоротечный для зрителя И иногда скоротечный для актеров Но очень не скоротечный и очень сложный по логистике Организации для театра Поэтому, правда, я очень благодарна Первому театру, что он так смело Ренулся в этот путь Как долго вы готовили это все? Вот, например, ладно, дом с часами Можно было обойти весь дом, да, как-то подумать, прикинуть один дом Но Росточка, сколько вы сказали, повторите точек? Пятнадцать локаций Пятнадцать локаций Сделанных в определенной архитектуре И все же Соединенных в ансамбль И мы, кстати, вот бродим каждый раз и думаем Как же это грамотно придумано Все, вся эта инфраструктура Это удобные дворы То есть на самом деле было не так трудно, как мне представлять Это выбор актеров Тут еще очень важно, что это не режиссерский проект И не кураторский проект в прямом виде Каждый актер взял себе точку сам? Совершенно верно, да Ребята ездили, была предварительная работа Мы обрабатывали эту информацию с художником И дальше давали им чуть-чуть иногда намеки Иногда никаких намеков И, собственно, этот маршрут, который составился Это их собственный выбор Для нас это очень важно Потому что обычно в сайт-специфике и вообще в новом театре Роль актера сводится на нет Это новые технологии Часто их просто записывают Да, аудиотреки создают с их участием И потом зрители наушники Это вообще роботы записывают аудиотреки уже Зачем нам человеческий голос? Да, тут это очень живая история Потому что это актеры, которые обживают конкретные места И, скажем честно, никто из актеров первого театра Кто участвовал в первом перформансе Никогда не был в доме с часами Для них это было такое открытие Потому что работали они в итоге во дворе И бонусом было восхождение на пятый этаж А в Росточке тоже не был никто Кроме одного молодого человека И для ребят это тоже интересный опыт Потому что они работают с совершенно новым пространством Они осваивают какие-то новые навыки Мне кажется, это очень важно именно для актеров А как, кстати, жители дома с часами отнеслись к этому? С пониманием? Ну, у нас был проводник Конечно, мы наносили предварительные визиты И писали трогательные, я надеюсь, трогательные письма жильцам Мы говорили, простите, мы доставим какие-то... Вы получили официальное разрешение какое-то? Ну, конечно, не все жители были в курсе Хотя и наши письма в какие-то чатики общие, житейские отправлялись И периодически выходили, задавали вопросы Но с жителями у нас не было конфликтов И мы предлагали всем жителям за причиненные неудобства звуковые Например, там те же музыка в коридоре Хотя это день, мы специально не выбирали, например, поздний вечер Говорим, ну, все можете посетить наши спектакли Вот телефон администратора Да, ну, как бы, если вы захотите пойти в театр Потом на какой-то более традиционный спектакль первого театра Пожалуйста, мы вас ждем Вот пароль, там, дом с часами Что вообще говорят актеры об этом опыте? Вы справедливо заметили, что для них это впервые Наверняка после события в доме с часами Какая-то у вас была рефлексия Или как это называется, вы разговаривали все вместе Подводили итоги Что говорят ребята? Как они что прочувствовали, что поняли? Ну, ребята некоторые вообще говорят вау И больше ничего не могут сказать На самом деле в доме с часами была для них довольно экстремальная ситуация Актеры первого театра, как и большинство актеров драматических театров Не привыкли быть перформерами И не привыкли танцевать современный танец Современный танец это довольно большие физические нагрузки И тем более ребятам пришлось работать на асфальте Без всякой страховки, без наколенников Нижний брейк? Да, все в портере И некоторые брейк-дансы нам и выдавали И они были очень довольны, но усталые И на самом деле мы их интервьюировали Даже изучаем, у нас есть человек, с помощью которого мы изучаем групповую динамику Это такая моя личная просьба После каждого перформанса интервьюировать ребят Спрашивать их, что они получили И чем они недовольны Вот пока, ну может быть они знают просто, что я буду это считать Но пока недовольных не было На Росточке немножко другая ситуация Они были очень настороженными, когда мы попросили их поехать первый раз А не получим ли мы по голове? Совершенно верно И многие боялись Но при этом, когда те, кто боялись больше всего И спрашивали, будут ли их охранять Выбирали себе самые экстремальные локации Их вынуждены были останавливать И держали Я держала лично позавчера людей за руку Чтобы они не прошли в ту заброшку Которую они выбрали для своего перформанса И мне кажется, что они действительно очень довольны и замотивированы И когда я приехала, это было 5 число Они все думали только об отпуске И уже ненавидели всю эту лабораторию меня Вот, и сейчас у нас прекрасные отношения Мне кажется, ну я понимаю, что актеры, конечно, хорошо играют Но вроде как все пока еще живы Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM